Приветствую вас, надо сказать, что, конечно, такие случаи в практике были, вот, и встречаются довольно часто, вот, в таких случаях, когда, как вот у вас, человека трезет, да, при виде, ну, при виде, при встрече с любимым, и, на мой взгляд, причины этого, причины вот такого состояния, да, связаны с двумя основными факторами, двумя основными причинами. Первая причина касается, наверное, индивидуальных особенностей человека, таких, как его эмоциональность, вот, если она есть, это эмоциональность. Эмоциональность, значит, чувствительность еще есть, вот, ну, может быть, может быть, еще восприимчивость, может быть, еще восприимчивость, что и все эти чувства, они, в принципе, природные, вот, они природные, они могут быть, именно, ну, они могут быть, с вашего рождения, у вас, и в таком случае, на самом деле, нельзя говорить о том, что это, это, что-то ненормально, да, нельзя говорить о том, что это, что-то, что-то, странно, вот, значит, это вот такой аспект. Существует еще, еще, значит, одна причина, с которой подобные проявления могут быть, могут иметь место быть, значение, значение вашего любимого человека для вас. То есть, здесь можно говорить о том, что конкретно для вас, значит, значит, мужчина. Вот. То есть, как вы его конкретно воспринимаете? Ведь волнение, ну, часто, очень часто, да, волнение связано именно с мотивацией. То есть, я мотивирован, или мотивирована быть с этим человеком, ну, вот, с этим человеком, который, которому, которому у меня есть чувства. Вот. Вот. Я мотивирован быть с ним. Я хочу быть с ним, и он для меня очень важен. Так вот, важность человека и определяет степень вашего волнения. Ну, другое дело, что важность не всегда хорошо. То есть, другое дело, что важность не всегда полезна для конкретного человека. То есть, для вас в данном случае. И тут необходимо понимать этот аспект. То есть, если вы волнуетесь, если у вас есть настолько сильное волны, ну, вот, то имеет смысл подумать, то имеет смысл подумать, с чем оно может быть связано. Может быть, вы чего-то боитесь. Может быть, вы чего-то опасаетесь. Может быть, вы переживаете. Может быть, у вас есть потребность какая-то в человеке. Вот. В мужчину, да? Вот. Может быть, для вас еще чем-то важного быть в отношениях. То есть, тут понятно, что всех моментов не предусмотришь, да? И понятно, что могут быть еще и ваши какие-то индивидуальные особенности. Вот. Которые могут также определять, ну, определять могут ваши чувства. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь вот можно говорить о столько таких, ну, о только таких причинах можно говорить. Вот. То есть, в целом, в целом, в целом, если вы, вот, просто чувствительны, да? Если вы просто эмоционально. Вот. И если вы не испытываете какого-то прям вот сильного негатива от того, что, ну, допустим, от того, что у вас настолько ярко проявляются эмоции, да, вот, если вы не чувствуете негатива, то я полагаю, что это нормально, да, и вполне можно оставить все как есть. Вот. Если негатив есть, если у вас есть сверх мотивация, допустим, вот, то в таком случае, конечно, имеет смысл сверх мотивацию снять. Потому что для отношений лучше, если сверх мотивации не будет. Ну, лучше будет, да, если сверх мотивации отсутствует. Потому что так люди могут находиться друг другом в максимально равноправных отношениях, вот, и не будут сказаться там выше, ниже друг друга. Так что люди будут в одинаковых позициях находиться в том смысле, что, ну, не будет такого, что кто-то в более выгодной позиции находится, да, а кто-то в менее выгодной позиции находится. Вот, поэтому, примерно так, я думаю, и можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Другое дело, что не совсем понятно, считаете ли вы то, что с вами происходит чем-то плохим? Вот. То есть, считаете ли вы, что это плохо, что с вами происходит? Считаете ли вы, что так не должно быть? То есть, все определяется самим человеком. Человек, если смирил от всех вещей, если вам самой, да, не нравится, допустим, как обстоят дела, вам не нравится ваше самочувствие. Например, если вы, например, да, или если вы чувствуете, что вам все это не нравится, или вы чувствуете, что от человека зависите чересчур сильно. Ну, то, наверное, в таком случае, в таком случае, да, вот, я рекомендовал бы вам повнимательнее присмотреться к себе, да, повнимательнее присмотреться к себе, к своим потребностям, вот, к своим желаниям, вот, и, может быть, подкорректировать свое поведение, подкорректировать свое поведение, именно поведение, по достижению ваших целей, по достижению ваших желаний, вот, чтобы это, вот это, не становилось камнем представления ваших отношений, чтобы заинтересованности было как можно меньше, вот, чтобы, если, допустим, и была заинтересована, да, чтобы она была исключительно только направлена на человека, а не для вас, не на себя, да, то есть, чтобы вы не были заинтересованы в себе, в отношениях с ним, ну, в отношениях с мужчиной, вот так, вот так. А, и, конечно, я рекомендовал бы вам, я рекомендовал бы вам посмотреть на свой запрос, то есть, чего вы хотите конкретно, что вам нужно, да, конкретно, вот, Вот, я рекомендовал бы вам посмотреть данный аспект, и уже прийти к каким-то обещаниям, да, то есть, какой помощи, какой помощи конкретно вы хотите для себя, вот. Поэтому, вот так. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.